так ну чё и вот я выловил почти девяносто девять девять и девять процентов и загрузки он там местами падает знаете какая черная вода просто черного и пахнет тухлым болотом это просто капец он весь пруд черный аж стал от этой мути грязи это просто как я не знаю сколько там скопилось видите да черная вода жесть жесть вот короче не зря что я вытащил биозагрузку после это бы с биозагрузкой тухло там ничего хорошего от этого не было просто черная вода смотрите это я вытащил биозагрузку а когда была без загрузка там была чистенькая водичка сверху плавала сейчас опять пойду промывать мешок вот только что поставил уже третий раз за сегодня промывая его сейчас я уверен через какое-то время все забьется и опять пойду промывать но это хорошо это хорошо я нашел еще одну причину почему у меня с водой проблемы а это вот из-за моего друга по сути биозагрузка мне мешало добиться чистой воды потому что вся грязь там оседала на дне копилась тухло и так далее вот такие дела продолжаю ловлю для загрузку и очищать мой прудик прудик ты уж прости что так я с тобой этот же день когда я вот этот фильтр меняю уже прочтаю 8 9 раз уже время 9 везде короче в теплице в пруду вот такой тут беспорядок баки абсолютно нету биозагрузки вот мои помощники насос на 15 кубов малыш короче мы вычищали с соседом все что там было там просто вы не представляете какая грязь была там на 100 сантиметров его было вот уме сосед мне помогал вот чувак был так дергал я вот этим 15 кубовым насосом все там пылесосил и кое-как мы до дна все это счищали опять заново заливали вот видите как мало воды в проду сейчас вот наливается короче вот этот такая штука я просто даже не могу представить сколько она был фильтровалась потому что грязь 15 кубов насосом просто выкачивал меня на участок меня вони на участке стоит от этой зеленухи сюда она попала вся муть просто наш клубами идет сейчас жду это когда нальется потихонечку чтобы запустить этот бак ведь какая вода просто жесть ну по крайней мере сейчас уже нет вот этого его мы до 1 прочистили все его там нету вот это просто мутная такая вода можно сказать в ближайшем будущем меня ждет успех все это я убрал это может было и проблема всего цветения воды после других причин я не вижу система фильтрации мощная толку что-то нету наливается потихонечку водичка не знает часа два-три наверно будет наливаться потому что надо еще здесь сколько если раз два три 4 5 200 400 литров налита сюда надо еще налить 600 литров до вода из три деления и сюда налить надо еще пару тонн точно короче 2 600 но я думаю часа два даже вот такая мутная вода он рыбка большая она одна глубине где-то 20-30 сантиметров видно хотя муть вот видно да такая ну просто муть клубом клубами идет сейчас запущу и вот теперь меня точно будет ждать успех мы наконец-то будем наблюдать чистый пруд я буду радоваться и вам будет приятно смотреть и дальше уже будем двигаться ваша безобиозагрузка со мной в этот раз сыграла злую шутку мало того что она сама грязная до было бушные не надо было очень хорошо прочесть чтобы такого не было вторая ошибка это что я экспериментировал с ней там то подавал туда и кислород то не подавал то азонатор кинул то еще что-то третья ошибка то что слабая барботация вот барботация слабая была здесь из-за этого грязь задерживалась между этими я загрузкой и соответственно не было от этого потока я просто оседала но соседала сантиметров пять просто его я без загрузку без загрузку выковыривал просто оттуда с этого с этого его который там был это просто что-то с чем-то было вот я создам плейлист что не нужно делать в своем пруду иллюзовых я думаю это будет очень популярный плейлист но здесь на ю тубе да я просто добавлю туда видео и желающие могут посмотреть их еще раз и понять что не нужно делать в биоплата ой фу пир плата это в прудике как правильно очищать воду какие ошибки ну то есть плейлист будет посвящен ошибкам одну она буду ждать когда нальется будут держать вас в курсе все всем пока